Вопрос. Кто написал произведение Бородино? Когда была Отечественная война? Великая. Сколько сторон у Куба? У Куба. Как называется функция, графиком которой является гипербола? Какие бывают дроби? Целые. Назвать все виды углов? Прямой, тупой и острый. Какая фигура не имеет углов? Круг. Сколько букв А в слове Москва? Одна. Тупых углов у равнобедренного треугольника? Равнобедренного? У него нет тупых углов. Давай мы с тобой познакомимся. Как зовут тебя? Владимир. Вова. Прям как? Наш президент. Смотри, Владимир, задаю тебе 6 вопросов по математике, отвечаешь правильно на 6, я тебе даю бабосики. Я готов. Что было по математике? Четыре. Давай три слова о себе. Очень ленивый, люблю поесть и поспать. Ты проиграл. Обидно. Три слова надо было. Три слова, а я четыре сказал. Ты больше сказал. Так, первый вопрос. Какие бывают дроби? Целые. 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 Все, да? Да. Они целые не могут быть? Десятичные. Десятичные, целые, десятичные. Какие еще? Сотые части. Тысячные. Десятитысячные. Четенько. Погнали дальше. Так, что больше? Что больше? Сумма всех цифр или их произведение? Произведение. Почему? Потому что это умножение. Умножаются. Это больше, чем сложить их все. Естественно. Аня, подойди вот сюда. Вот так вот. Да, чтобы... Нам же тебя надо снимать, да? Так, следующий вопрос. Назвать все виды углов. Прямой, тупой и острый. И все. Ну, есть еще развернутые, 180 градусов, которые... Все. Видишь? Все-таки еще один есть. Четыре, да? Ты молодец. Здесь ты молодец. Так, следующий вопрос. Один процент от тысячи рублей. Это сколько? Это 10 рублей. Естественно? Да. Ну, ладно, хорошо. Следующий вопрос. Так. Как называется функция, графиком которой является гипербола? Можно форму, просто формулу. Гипербола. Я не помню. Есть в формуле там К. Деленая на что? На Х. На Х. Все четенько. А как это все называется? Гипербола. Гипербола. Гипербола только перевернутая. Ты думаешь, что я такое говорю, да? Я не помню уже просто. Просто не помнишь. Какой ты класс? Десятый закончил. Чему равно Пи? Три четырнадцатых и так далее. И ты это знаешь? Да. Отлично. Так, последний вопрос. Площадь квадрата. Как найти формулу? Да, назвать формулу. Перемножить две стороны. А квадрат. А квадрат? Ну да. Все. Ну в квадрате есть четыре стороны. Мы две первым. Сторон на сторону умножить, в общем. Как формула? Давай. Площадь квадрата. С равно А квадрата. Вот. Что я от тебя требовал. Ты молодец. Как думаешь, сколько вопросов ты завалил? Вопроса три и четыре. Что странно, я тебе скажу, Вов, ты ответил на сложные вопросы, ты ответил. А на самые легкие ты просто типа... Я в школе так же. А, ты в школе так же. Хорошо. Что больше, 20 дециметров или 20 сантиметров? 20 дециметров больше. Что больше, 2 дециметра или 20 сантиметров? Рады циметра или 20 сантиметров, они равны. Давай эти... А, равны. Ты, короче, понял фишку. Так. Сколько тупых углов у равнобедренного треугольника? У равнобедренного? У него нет тупых углов. Нет. Равнобедренного. Может, равносторонний? Равнобедренный треугольник. У равнобедренного треугольника нет тупых углов. Ни одного? У равнобедренного нет ни одного. Ладно. В каком месяце, кроме у тех, которых есть 31 или 30 дней, есть 28 дней. В каком? Во всех месяцах есть 28 дней. Серьезно? Ну, во всех есть месяцах по 28 дней, там уже больше. Ну ладно, хорошо. Так. Сколько букв А в слове Москва? Одна. А сколько букв А в слове КОРОА? Одна. Ну хорошо. Ладно. Какая фигура не имеет углов? Круг. Все? Да. Шар, круг. Что еще? Овал. Думаешь, правильно? Наверное. Наверное. Хорошо, следующий вопрос. Следующий вопрос здесь. А у нас уже география идет. А столица Италии? Рим. Столица Испании? Угу. Не знаю. Столица Франции? Париж. Париж. Тут-то ты знаешь. Столица Польши? Варшава. Столица Португалии? Угу. Не знаю. Точно. Столица Белоруссии? Минск. Минск. Серьезно? Ну да. Ладно. Так. Сколько сторон у Куба? У Куба? 12. 12 у него сторон. Все правильно думаешь, да? Нет. Да. Четенько. Так. 109 минус 10 равно 101 или 101? Да. Что да? 101. Через что? Через А? Через О. Через О. 101. Так? 99 равно. Точно. Так. Последний вопрос. Как ты относишься к этим хомо сапиенсам? К людям. Я человек. Это... Да. Хорошо отношусь. Ну вот если вот друг твой окажется под этим вот хомо сапиенсом, как ты к нему отнесешься? Пожелаем ему удачи. Хорошо. В чем ты разбираешься? Информатика, наверное. Не знаю. Информатика? Серьезно? Хорошо. В математике, да, и информатике. Не знаю ничего по информатике. Я тоже. Задам тебе обычный вопрос. Кто написал произведение Бородина? Это литература. Да? Сдаешься? Сдаюсь. Не вспомню. Ладно. Самый легкий вопрос. Когда была Отечественная война? Великая. Отечественная. С 41 по 45. 1900. 1941-1945. Да. 1812. Первая мировая. Ты запутался, да? Я запутался. Ну, я тебе говорю правильно. Заканчиваем программу. Держи шоколадку. Спасибо. Что ты скажешь? Мне очень понравились ваши вопросы. Очень они разнообразные. Вот. Надо сказать, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Нажимайте кнопочки. Делитесь с друзьями. Пишите комментарии. Понятно. Так. Всё. Мы выключаем.